добрый день дорогие друзья с вами я епископ альберт радкин и наш канал взгляд с небесной подписывайтесь ставьте лайки не забудьте нажать на колокольчик чтобы получать вовремя все новости с нашего канала сегодня у нас гостях в зум-студии виктор имантович алкснес виктор я всегда приветствую во-первых вас добрый день у вас скоро день рождения и первое что я должен сделать у вас юбилей 70-летний первое что хотелось бы сделать это поздравить вас вы прожили уже 70 лет насыщенных редко встретишь такого человека как вы дай бог вам еще прожить 10 и 20 лет увидеть взрослеющих внуков внучек я не знаю кто у вас сейчас там и внука внучка есть так что в этом плане я счастливый дед ой слава богу слава богу я как всегда обращаюсь к википедии очень интересное занятное всегда и когда беру интервью зайти всегда одни говорят слушайте не это все выдумки там вранье кто-то гайда нет это народ составляет даже интересно туда попасть вы попали у вас так много страниц в википедии ну я имею ввиду текста вас написано вашей деятельности что думаете вы знаете я тоже бывает захожу туда и вот в этих вот бесконечных интернет битвах сражениях которые происходят в так называемых социальных сетях но часто особенно молодые люди которые но слабо знают историю последних десятилетий ну и тут начинают наезжать а что вы сами то сделали ну и в этой ситуации приходится давать ссылку на страницу в википедии и соответственно ну многие оппоненты но после этого умолкает но я хотел бы сказать что при по большому счету я доволен что действительно есть страница в википедии потому что по интернету ходит такая шутка может быть но она и да и там есть доля истины что ты добился чего-то в жизни когда у тебя есть не только аккаунт в одноклассниках но и страница тебе в википедии поэтому раз страницы а во мне есть и даже ну опять же я не хвастаюсь но мне показывали пару школьных учебников где моя фамилия присутствует пусть она там просто как упоминает что вот один из и вот я там есть и поэтому да действительно что-то удалось сделать то что заставляет да и я горжусь тем что как я прожил эти 70 лет и по большому счету невзирая на все провалы которые были мои я доволен своей жизнью и уже имея право подводить определенные итоги ну очевидно надо будет потихоньку приступать к подведению этих это книгу писать но вы знаете я не писатель я в основном читатель но вот как то так вот я надеюсь что в интернете следы моей писательской деятельности останутся потому что я достаточно активный пользователь интернета и начинал еще этим делом увлекаться еще интернета не было но компьютерными технологиями еще во время службы в советской армии в штабе ввс прибалтийского военного округа и был наверно один из первых пользователей персонального когда кал советского компьютера двк 3 и он не стал на рабочем столе этого его середина восьмидесятых и с тех пор влюбился в компьютерную технику но и тем более там моя оба посудила специальность я инженер по радиоэлектроники а это близкие близкие цели поэтому я вот достаточно много материалов сейчас уже в аналах интернета я активный пользователь фейсбука пишу я не умею вот завидую по хорошему тем людям которые имеют буквально парой предложений сформулировать ту мысль которую они я к сожалению этим талантом не обладаю я обычно растекаюсь по древу и выдаю там тексты и потом про которые как вы родились в западной сибири в таштаголе написано советский российский политический деятель депутат ссср и еще депутат тут много всего написано вы латыш родились сибири как вы оказались моя семья типичная типичная семья советских людей которые в тридцатые годы угодили вот ту страшную страшную мясорубку которая тогда была период так называемых репрессий мой дед был известный советский военный деятель он был главнокомандующим военно-воздушных сил красной армии на тогда должность назывался начальник бвс ркк было заместителем наркома обороны по авиации яков иванович арксис он был тот человек который организовывал перелеты чкалова в сша там посиди челюскинцев и прочь все те громкие дела про которые сегодня пишут учебник истории это он один из тех кто это организовал 37 году он был арестован и в июле 38 года был расстрелян моя бабушка кристина карловна она была по тем временам объявлена членом семьи изменника родина соответственно ее тоже посадили и она в общей сложности провела в тюрьмах ссылках в в лагерях и ссылках около 15 лет и только пятьдесят пятом году вся шестом году была реабилитирована а а мой папа ему было тогда в третьем году 10 лет они жили в том самом знаменитом доме на набережной вы знаете вот есть на кару каменного моста заменитые но это где жила сталинская элита квартире номер 100 потом в этой квартире жил сын сталина василий ну остался в квартире трехкомнатной квартире один ему было 10 лет через несколько часов приехали за ним люди и отвезли его в даниловский детприемник вот данила нынешнем даниловском монастыре оттуда отправили в детский дом в щегры курской области он там был до начала войны началась война детский дом эвакуировали северный казахстан там сорок втором году ему уже было 15 лет он пошел направлен фабрично-заводское училище которая готовила помощников шахтных машинистов шахтных электровозов получил специальность и был направлен на работу в горную шорию на шахту надо даже ли железный рудник таштагол который выдавался как качественно железную руду для в том числе для фронта ну и там он работал на этой шахте работал неплохо видно потому что до сих пор я вижу его бумаги там о том что передовик соц соревнований прочее прочее и даже на удивление он был принят в ряды кпсс уже одну чуть продать было чуть попозже ну а горная шория это особый регион советского союза россии это один из зооплотов старобрядцев даже так да вот может помните лет 30 или больше 40 назад наш известный журналист Василий Песков писал цикл статей по поводу староверов которые про семью Лыковых которые там жили в глухой тайге это вот моя родина да это моя родина это горная шория и там очень много старобрядцев ну и мой папа там на шахте на вере на руднике познакомился с моей мамой анастасией мартимьяновной санниковой которая из семьи вот этих вот местных староверов ну мой дед мартимьян иванович он поначалу смотрел на это плохо потому что ну дед ивре отец мой чисел все там как народа да нет это не это наоборот что он вроде представитель там власти дури как вас член член поискать тогда я уже помню еще было их как вы следили еще в кпб ночью и но в конце концов они там поженились там 50-м году в штаголе родился я я втором году родилась моя сестра ольга но дед и семья его соответственно жили и надо признать что они были такие знаете истово верующие староверы и буквально до последних дней жизни вот в 80-е годы они еще но ничего практически в магазинах кроме там сахара и соли не покупали все было свое все вот такой истово верующий мой дед мартимьян иванович тайком от родителей потому что ну отцу во первых нельзя было потому что он был активистом ну мама подчинялась мужу потому что ее приучали что жена да убоится своего мужа ну а дед тайком меня окрестил ну правда этот обряд называется по-моему беспоповщина или как ну и я получил библейское имя амос амос а да я у меня амос ну и вот 50 до 1 и отец мой все время искал своих родителей ну хотя он знал что правители его враги народа и я вот представляю ощущение мальчика который любил своих родителей до которых другой страны был чемпионером который верил то что ради арны в идеалы те и вдруг узнать что твои родители враги народа это конечно было это оказало на него но на нашу его последующий жизнь конечно это прагедия его зала огромное влияние но он искал своих родителей пытался найти но ему на все запросы отвечали что сведений родителях нет а вот пятьдесят шестом году когда началась новая волна началась волна реабилитации массовой он обратился напрямую к тогдашним председателю верховного совета ссср клименты ефремовича ворошилову а он же был дед-то мой был его замом ну и вдруг приходит ответ что бабушка а которая последнюю ссылку проводила как раз и недалеко от этих от наших мест красноярском крае но она вернулась из ссылки то 54-55 году и живет в риге ну и соответственно вот произошло чудо через 20 лет после того как они расстались ему было 10 лет и вот в 30 лет он уже взрослый мужчина с семьей мы поехали в ригу нашей бабушки который мы до этого никогда не видели ну и приехали в ригу ну а бабушку реабилитировали и выплатили компенсацию солидную по тем временем но разве деньгами вернешься то что произошло ну и были приняли решение что мы переезжаем из наштагола в ригу ну а бабушка меня и мою сестру буквально с первого дня говорит ну вот вы вернулись на свою историческую родину это латвия вы латыши и поэтому вы обязаны знать латышский язык поэтому с этого дня я с вами буду говорить только по-латышски если захотите кушать то попросите меня по-латышски если попросите по-русски да причем это не потому что она ненавидела русский язык но это просто она хотела научить своих внуков языку и ну что вот так вот начинаешь с маминя еду от манлу змайзит бабушка дай мне пожалуйста хлебушка ну и вы знаете буквально за год-полтора мы с сестрой освоили в совершенстве разговорную латышескую речь ну и по сути дела стали латышами и я если туда до этого кто я не додумался кто я буду знаю что но поскольку я освоил язык и меня уже компании там родственников и уже со мной разговаривали чисто латышские ну я с тех пор ощущаю себя латышом израя то что скан так половина крови моей это русская вот такая вот судьба нашей семьи я бы повторяю она трагическая семья и и очевидно так подобная судьба была у миллионов людей но это горько горько к сожалению это трагические реалии нашей истории вот такая вот история моей семьи но скажите вы как-то запомнили вот встречу папы со своей мамой вам семь лет было что когда в ригу переехали не не осталось вспоминаний это ж не 20 лет не видеть ну я помню что оба плакали и я то всем лет не понимал всей трагедии как-то ну вот появилась бабушка ну хорошо у всех людей есть бабушка а чего папа то плачет вот черники я этого не как-то ну так не осознавался этой трагедии которые они пережили или какое счастье что они через 20 лет наконец воссоединились сегодня вот вы выросли в латвии да я смотрел вы поступили в училище закончили школу там вы наверное любите ригу сегодня как у вас вы говорили что вас сегодня не пускают до горькому сожалению я сегодня уже 92 года являюсь персоной нон-грата независимой латвийской республики у меня официальный статус виском так неофициальный статус врага латышского народа и предателя латышского народа и даже есть такое оскорбительные и признительное слово кангерс но это вот предатель за самый такой высшей пробы вот я являюсь предателем этой высшей связано это с тем что на переломе вот этих когда 90-х годов когда в латвии началось движение за независимость я был один из немногих латышей который лично выступил против выхода латвии из состава советского союза против признания русских людей проживающих на территории латвии оккупантами против того чтобы этих людей необходимо изгнать депортировать и прочее 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 и моя поскольку я и повторяю что с одной стороны я латыш с другой стороны я внук известного человека которым латыши гордились потому что вы знаете с каждым анти народ гордиться своими представителями те которые добились определенных высот и фамилия алтис бра для латышей ну была улица алтиса в риге был корабль большой яков алтис морского пароходства латвийского и вдруг внук алтиса тем более ну и семьи которая пострадала жутко вот в советские времена и вдруг он занимает такую позицию против выхода латвии состава против борьбы против деоккупации это вызывало соответствующую реакцию меня латышеские средства массовой клеймили позором оказывали что в общем я плохой и в результате после продолжения независимости я была объявлена персоной нонграда в латвии и вот я уже почти 30 лет не был дома у себя не был на могиле своего отца который там похоронен в 92 году в риге живет моя мама и 92 года но к счастью она может приезжать сюда россию здесь мы встречаемся это конечно печально и потому что ну как бы там ни было латвия это моя малая родина я стал всегда своей большой родиной ну то что называется россия советский союз это было для меня большая родина латвия была малая родина я решен уже до 30 лет на эти свои малые родины вы знаете читая вашу биографию да и слыша вас сейчас я все равно увидел что вы всегда против вы были против развала ссср вы были выступали против горбачева очень резко выступали против там шваргнадзе ельцина вы в 2000 году выступили против путина и вы тогда предрекли как бы не за пророчески что ли сказали что путин сделает больше зла для россии чем горбачев тот же ельцин вместе взятый это что ваша гремучая вот эта кровь смесь старобрядка некоторые люди которые мне близко знают утверждают что действительно что вот во мне две крови одна как они говорят жидко жидкая прибалтийская и такая мощная старообрядческая а старообрядцы ведь действительно это было были особые люди и которые ну стояли за свои убеждения за свои взгляды до конца они шли на самосожжение и чтобы ну вспомним того же авакума то есть это это поэтому я не могу не хотел бы хоть вот считать что это это первая причина переводится он так физиологии скорее в том что дело в том что у меня сформировались за годы вот детство юности взросления взгляды определенные я не являюсь иском так коммунистом вот в традиционном смысле этого слова с ленином башке и с маузером в руке как писал моегорский да я человек левых убеждений и считаю что вот в той идее которую пытались реализовать в советском союзе равноправие людей социальной защиты социальных лифтов предоставить возможность людям бедным двигаться ввысь и и только по служебной лестнице но и в плане получения образования это было много позитивного и хорошего и то что я вижу что сегодня вот то что тогда семнадцатом году впервые предложила россия после октябрьской революции сегодня реализуется во многих развитых странах мира там не строя социализм но они строят социальные государства и а для меня я разделяю немножко понятие социалистической социальные государства я считаю что тогда мы выплеснули вот с водой и ребенка я считаю что россия она все-таки действительно она была на протяжении веков общинной стороной и строилась она вот именно не на основе индивидуализма и она строилась на основе вот этой общины русской общины объединение людей причем не только русских но и при национальности и вместе строилась это великое государство когда я вижу что это великое государство оно ну избрала но не те ориентиры и руководство страны ведет ее буквально смысле к краху или к серьезным проблемам а иногда и даже можно подумать и гибели к распаду то я против этого активно выступал и выступаю и буду уже до последних дней своей жизни это выступает то есть но определенной роли я выступаю как стойкий оловянный солдатик из сказки андерсона которому ничего другого не остается как вот стоять на своем и не потому что я мистер нет переводить знаменитое прозвище министр иностранных дел ссср громыко которого на западе за его неустопчивую позицию назвали мистер нет который на себе предложение гол нет и все я вот стою на своих позициях оно не просто что я хочу критиковать или говорить про вы про путина что плохой я вижу конкретные дела и я вижу те слова которыми он говорит слова действительно хорошие и да я ценю позицию путина возвращение крыма я ценю его деятельность период второй чеченской войны и разгром оплотов сепарате чеченских боевиков на кавказе я это признаю но при этом скажем так это 20 процентов того что он сделал хорошего а 80 процентов это то что он сделал плохого я остаюсь при своем мнении что когда пройдет эпоха и путина и начнется реальная оценка что же произошло за годы управления правления вот те люди которые сегодня до сих пор еще его обожают и считают что это последняя надежда всего прогрессивного человечества они ужаснуться и но это как произошло как все время со сталина что было всеобщее обожание и а а потом когда реальные факты цифры открылись то люди ужаснулись и при этом я могу сказать что невзирая на то что сталин все еще о чем я говорил это его вина у меня к нему уважительные отношения как бы ты никак не показалось кому кому-то странным то есть я не являюсь его ненавистником вот просто а потому что я оценю его так что в отличие от путина он сделал 20 процентов плохого и преступного даже а вот 80 процентов он сделал хорошего драгоценного и важного для нашего народа для нашей страны сегодня многие политологи вот такие знаете говорят что россия стоит на пороге на пороге чего-то вы пережили в своей жизни развал своей родины своей страны ссср сейчас ну кто-то говорит что россия тоже на пороге стоит вот нехороших таких вот веяний всего как как вот вы оцениваете мы действительно на пороге чего-то я убежден что россия находится какой-то мере повторяет судьбу российской империи советского союза и российскую федерацию для меня российская федерация лишь осколок той великой россии которая существовала на протяжении тысячи лет проблема все в том что классе века в россии была какая-то идея объединяющая народ объединяющие в эти десятки то есть сотни народов и людей самых разных в том числе вероисповеданий в единое целое сегодня этого в россии нет в россии по сути дела проводится идеология индивидуализма что каждый должен выживать сам и происходит разобщение той социальной разницы которая сегодня сложилась в россии когда есть там десять процентов богатых людей 90 процентов русском так если не в нищете то по крайней мере и достаточно сложно это одна из причин а вы знаете ведь так просто это неравенство столь она стоит себе огромную опасность и как феврале семнадцатого года когда еще до октябрьской революции когда большевики толпы народа громили органы власти убивали помещиков это не по не по призыву большевиков это было действительно народное возмущение тем что вот так называемая элита она ну жила другой жизни с ранее со всем народом и она за это поплатилась и платилась в том числе и жизни и вот сегодня что-то подобное происходит я не исключаю то что россия у этого может стоять на грани каких-то социальных потрясений связанных с этим неравенством плюс второе россии с нынешняя российская элита она не сделала никаких выводов из трагедии или вот того что произошло с царской элитой семнадцатом году из советской элитой в 1991 году и как это отразилось на судьбе страны элита элита живет своей жизнью сытой довольный она летает на очарственных своих самолетах на курорты она имеет недвижимость лондон и дети у них получили образование там они считают себя уже гражданинами мира у них созданы запасные аэродромы они готовы им для них главная проблема что если не дай бог в россии начнется какая-то новая революция или какие-то новые потрясения успеть доехать до аэропорта шереметьево 2 но я просто образно сейчас из многих аэропортов летает советские времена и диски аэропорт куда можно было улететь на за границу это было шереметьево 2 это след вторая причина меня крайне беспокоит ситуация экономическая ведь россия которая надо признать под руководством большевиков коммунистов превратилась во вторую индустриальную страну мира и в отличие от мнения нынешнего президента россии которые утверждают что в ссср ничего не производилась по поводу помимо галош но все-таки давайте признаем что это было великая индустриальная страна которая например 60 процентов всех гражданских пассажирских самолетов производилась в россии в советском союзе 60 процентов гражданской авиации было там 70-е годы произведено в советском союзе на транника лучше а сегодня происходит причем я вижу что это специально проводимая политика деиндустриализации потому что полить наша элита она что раз у россии есть сырье которое можно продать на западе то зачем напрягаться зачем строить какие-то новые заводы внедрять новые технологии у нас есть нефть газ там никель и прочее прочее давайте будем торговать продавать этот если это сырье и за счет этого будем жить но он живу живет на саудовская аравия или эмираты так вот давайте будем так жить а то что это путь к деградации дебилизации они об этом и думают и результате в связи с тем что разрушается вот эти вот экономические связи которые связывали единое целое нашу страну в том числе путем промышленного производства когда детали производимые где-нибудь там мукачево на украине везли на владивосток чтобы два завода в итоге собрали какое-то промышленное сложное изделие сегодня этого нет и соответственно происходит экономическая появляется экономический сепаратизм регионы начинают друг от друга удаляться и те кто имеют сырье начинают ставить вопрос вот почему вся россия живет за счет наших богатств которые мы здесь имеем склонны а все доходы от этого оседают в москве и нам достаются только кровь давайте мы отделимся от этого центра и будем да вот маленькая там вы государства зато мы будем на этой нефти и газе там и другие богатствах мы проживем это следующая причина то есть вы видите поползновение сепаратизм мы есть в россии все больше и больше да да я вижу национальности против появился ведь одна из пред моих претензий к путину это то что за годы 20 лет у власти он сформировал в национальных республиках россии субъекта федерации россии национальные элиты которые все по сути дела своей глубине души ну официально это они сразу не высказывают они настроены на то что почему эстонии маленькой эстонии можно иметь независимость а почему татарии которая по своей территории по численности селения и помощи экономической намного больше почему ей нельзя быть независимым и иметь свою внешнюю политику и прочее 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 и эти элиты национальные они готовы к тому что если начнется какой-то новый этап потрясений в центре что пойти на шаги ну вот так то что мы проходили девяносто первом году объявление суверенитета выхода из состава россии прочее прочее я вижу следующую вину президента путина в том что он проводил политику направлены на разведение людей то есть в советский союз это огромная территория это была одна шестая часть суши на 10 тысяч километров и советская власть делала все возможное чтобы соединить этих людей проживающих в одно целое то есть для этого проводилась соответствующая транспортная политика и цены на перевозки как авиа так железнодорожные они были но по большому счету ну и большие и бабушка проживающая в москве могла позволить себе на небольшую пенсию хотя бы раз в год слетать во владивосток своим звуком и это связывало страну единое целое сегодня же происходит обособление сегодня прилететь из дальнего востока калининград например это невозможно и уже выросли целое поколение людей на дальнем востоке в калининграде которые не были никогда ни в москве ни в питере для дальневостоцов ближе япония и китай а для калининградцев это это западная европа а это разъединяет страну она делает ее склонной к распаду еще я еще долго могу перечислять все эти опасности я вижу что во многих этих факторах виновен персонально президент российской федерации владимир владимирович я и я критикую и причем я привожу факты доводы цифры они просто что вот посмотрел туда а только придумывающие чем бы президента есть а я пользуюсь вот этими вот обоснованными аргументами и поэтому да я переживаю за стебу россии очень не хочу при пережить вторую трагедию распада но уже осколка той великой страны которая была можно задать вопрос вам по поправкам в конституцию не знаю все резать вообще и и знаете я сам удивился даже среди священнослужителей многие не читали конституцию стыду говорю вот спрашиваешь ты читал нет наша конституция была принята 12 декабря 93 года 25 декабря прямо на рождество она вступила в законную силу девяносто третьем году 137 статей в конституции и сейчас как говорят 250 поправок одним пакетом туда вносит сто тридцать семь двести пятьдесят может быть это это уже не поправки конституции а конституция приложится к поправкам как вы думаете вы совершенно правы ну во первых я хотя 30 лет политики но для меня непонятно зачем весь этот вот фарс вот урление устроили казалось бы вот если взять подавляющее большинство этих поправок они вполне могли быть реализованы в форме федеральных законов каких-то нормативных актов зачем вот это ее перекраивать какой смысл но я лично усматриваю этом том что вот за этими почти полутора и сотни поправок скрывается главное это продлить пожизненные полномочия президента путина и и ради этого вот предлогом по большому счету на там действительно есть многие хорошие вещи на горю эти хорошие вещи могли быть просто и они тем более уже или уже существует действие законодательстве зачем подтверждать их еще раз или их можно внести или принять новые законы зачем перекрывать конституцию прощать ее половую тряпку которая вот в меняется по несколько раз на день я на хочу напомнить красот 93 год когда это одно из причиной того кровавая во конфликта когда погибли сотни людей на улицах москвы и белом доме это было то что тогдашний верховный совет рсфср он кромсал ту конституцию российской федерации потому что он имел полномочия вносить то есть там была совершенно простая процедура что на съезде народных депутатов рсфср две трети голосуют за поправку и она принимается вступает в силу я даже могу сказать что что-то аналогичное было из конституции ссср я например одной из являюсь одним и единственным автором был поправки которая была принята съездом народных депутатов ссср в девяностом году но я там что я на смысл такой что не допускается ущемление прав граждан ссср по национальному признаку ну что-то что-то так учитывая те процессы которые она набирать его вот я вниз поправку и съезд проголосовала и все и поправка была включена конституцию но нельзя этого делать понимаете конституция это документ который является основополагающим ну я думаю если так я не хочу чтобы я что я скажем так плохой ствы но это все равно что вносить библию регулярные поправки в те или иные ее разделы но нельзя этого делать а путин это это творит и я когда его вижу нарезку его высказывание по этому поводу за предыдущие 20 лет когда он категорически свергал это и говорил что никогда этого не допустим что это вообще не не дело кромсать конституцию а сегодня на это идет и устраивается фарс причем фарс с грубейшим нарушением закона вообще дискредитации органов власти и вот для меня было большим потрясением то что все таки я относился конституционного суду российской федерации с уважением потому что я считал что все таки орган высшей власти судебной власти он даже за эти годы за почти 30 лет существование все таки определенной мере но пытался сохранить свое лицо и они не шли на ну хотя мы немного чего на принимать надо я напомню что в 93 году октябре раз именно инвестиционный суд российской федерации признал действия ельцина по разгону верховного совета ссср незаконными это был гражданский акт но они действовали в соответствии с законом что вашу на тот конституции и они и вот сейчас казалось бы ведь ясно что нельзя вот то что предложено это что так это проводится внедряется это является грубейшим попранием действующих институт я отнюдь не и не в восторге от нее но считаю что давайте оставим ее потом пока есть возможность пока устраните недостатки стране присутствия же там чего не хватает решить путем принятия просто так вот так он момент федеральных законов да но вместо этого путин пошел на слом и причем ну попрание буквально смысле что это это пускай но назад но записано приоритет международного права но мне тоже это не нравится но в конце концов если есть статья это это утвердившая что приоритет международного права над российским так давай хорошо вам не нравится есть процедура созывается конституционное собрание конституционное собрание рассматривает эту это предложение она или отклоняет его конституционное собрание а если одобряет то приступает к разработке новой конституции россии которая это положение будет записывать вот это будет тот правовой путь но вместо этого просто вносится поправка которая отменяет поправку статью которая уже существует причем незаконно эту поправку о приоритете международного права трогать нельзя потому что она находится вы знаете там три главы они неприкасаемые и вот таким загогулины такой юридической они это отменяют и так по многим другим другим вещам а понимаете ведь если вот это все создать что конституция это половая тряпка которую можно ежедневно полоскать и можно вытирать и и они и ноги это у людей создает правой нигилизм и последствия этого будут весьма и весьма печальны и поэтому я выступаю против этих поправок я выступаю против внесения изменений до в плохую конституцию до ельцинской конституции но сегодняшний день она является основой вот того право той правовой системы которая сложилась в россии и уничтожая вот эти вот фундаментальные основы тем самым уничтожается государство российское вот у нас же многие любят сравнивать с америка да в америке вот конституция да всего 27 поправок с 1789 года по 1992 год всего лишь 27 первая поправка гарантирует свободу слову свободу распорядания последняя там касалась чего-то 27 за несколько столетий и у нас вдруг раз вообще просто как-то это непонятно зачем ну вот вы объясняете вот да как вы понимаете ну понимаете а еще раз я повторю что к сожалению нынешняя российская власть живет по принципу действует по принципу когда нельзя очень хочется то можно а это такая весьма опасная вещь который может очень дорого обойтись этой власти будущем и причем будущем недалеком тот правовой нигилизм который она по сути дела воспитывает население уграр на россии он не берет обернется большими барабли проблемами и большими бедами не только для этой власти но и в целом для россии в церкви как потому что эти мысли разращают народ если и можно то и нам чуть-чуть можно конечно конечно и тут сделал тут перейти черту там перейти черту и вот мы видим куда скатывается сейчас все что люди уже не воспринимают скажите но вот некоторые политологи говорят что но первое то что вы сказали поправки там одна главная поправка якобы чтобы вот обнулить срок президента и вторая второе мнение что по сбитому боингу по мне вот слово обнулить я сейчас свою позицию скажем не нравится такое слово я не знаю как политтехнологи кремлевские придумали это потому что наш народ всегда что-то выдумал и выдумал выдумали что все президент ноль президент обнулился знаете ну это ж вообще дискредитация полная как они это запустили обнуление саму слову ну понимаете вот есть юристы есть придворные юристы и так вот придворные придворным юристам поставлена задача вот надо как-то обойти вот это вот препятствие но рассказывают что фридрих великий когда мечом и огнем объединял германские земли своей армии он возил юристов и историков и вот приступая к осаде очередного города как говорят на легенды он созывал этих юристов и историков так завтрашнему дню приготовьте мне обоснование почему я обязан осадить и взять этот город так вот вот это вот такая настроение они присутствуют и у владимировича вот ему что-то в темяшность было захотелось ему страшно вот оставаться без кремля без иммунитета без всего что связывается с президентским полномочиям ему нравится быть президентом ему нравится вот это вот создание культа его личности что когда кругом вокруг одни словословия что какой великий президент как россии повезло и прочее прочее а вот я еще просто придет время когда начнут оценивать не слова а дела и вот те люди которые сегодня там вот показывают когда люди на коленях обращаются к путину по тому или нему вопросу это жутко это жутко тогда ну я понимаю когда на коленях обращается к богу но когда обращается к представителю светской власти на коленях но это уже пахнет я не знаю чем это пахнет может быть это там Люцифера их это кстати уже действует они и поэтому а ему нравится это и он будет идти до конца и хотя казалось бы ну чего ему бояться ну вот он он уже принял первый свой указ о неприкосновенности президента Ельцина ну в знак благодарности что сделал приемник он первым указом и ничего Ельцин дожил свои годы и еще особенно Горбачеву невзирая на все эти преступления которые он совершил против нашего народа против нашей страны ведь живет Горбачев и тоже имеет гарантии безопасности то есть есть традиции и в конце концов я бы тоже невзирая на тот ущерб который нанес Путину был бы даже вынужден согласиться если бы он добровольно закончил свои полномочия и ушел бы и дал дорогу ну другим людям потому что надо менять курс надо менять курс экономический социальный политический ну то есть все надо менять а он не хочет и вот разговор о том что вот его там ждут гаги там ну это наивные действующая конституция Российской Федерации есть статья запрещается выдача граждан Российской Федерации иностранному государству и она действует и вот даже обратить внимание многие члены правительство Януковича которые после Майдана 14-го года сбежали в Россию против которых на Украине возбуждены уголовные дела и Украина требовала их выдачи ну причем ну по многим вещам там обоснованные претензии особенно в коррупционных делах там и вищении бюджетных средств факты эти люди которые бежали в Россию срочненько оформили российское гражданство и уже Россия официально заявляет Украине мы не можем вам выдать потому что есть статья Конституции запрещающая это делать и потому как бы какие решения не вносил бы ГАДСКИ суд в отношении или ГАДСКИ в отношении Путина или кого-то еще другого на России это ну это весь пар уйдет в свисток и да проблема в том чтобы они эти люди включая Путина не пересекали государственные границы российской федерации ну я думаю что зная о том что там их ждет но они не пойдут хотя вот мы видим чуть ли не еженедельные сообщения что очередной россиянин арестован день там в Малайзии или там Таиланде потому что особенно эти компьютерные специалисты и мошенники они украли там с помощью интернета миллион и думают что вот теперь все хорошо заживу как надо а их уже вышли и ждут но и в России их выдает а вот поехать там куда-нибудь отдохнуть и миллион слегка потратить вот тут их и ждут но надеюсь наши политики которым грозит Гаскет и Малайзии но не будут допускать на Дубной понятно вы все время защищали малые республики вы стояли там и за Приднестровье да много сейчас у нас и Южная Осетия Абхазия мы вот видим я как верующий вижу да как священник как сильно нарушаются права верующих людей вот везде ну пример ЛНР ДНР да первое что сделали сразу поставили вне закона всех протестантов для меня вообще это как бы шокирующая информация что даже здесь в России как бы протестанты чуть ли не враги народа у нас такое меньшинство даже процента наверное нет и всегда считают что вот что-то могут сделать а с другой стороны в тех же республиках малых вот там русская православная церковь создавала и русскую там эту православную армию и все своих священников даже не одергивают когда переходят все разумные границы конфисуют храмы там дома молитвы что вы думаете почему я конечно не могу принять вот это то что происходит вот в отношении религиозных организаций я считаю что любой человек имеет право на веру и это его дело во что он верит да скажем так меня не устраивает если скажем так появляется радикальный ислам и появляются люди исповедующие радикальный ислам и готовы убивать людей взрывать их там направлять самолеты на башни близнецы и прочее прочее мне не нравятся тельтарные секты типа аум семряки которые там устраивали газовые атаки такисты да с ними требуется борьба война но извините трогать традиционные религии вероисповедания которые уже имеют не один год и не одно не столетие столетие тем более они являются традиционными особенно в христианстве тоже протестанты пытаться их как-то задавить я не вижу единственное обоснование мы это вижу что к горькому сожалению ведь православная церковь наша при всем моем огромном уважении к православной церкви и я отдаю должное ту роль которую она сыграла в российской истории действительно она ну сыграла выдающуюся роль но как мне кажется все таки нынешняя православная церковь немножко отличается от тех православных священников которые 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 напутствовали дружинников на куликово поле на борьбу с татарами есть некоторая разница в этом и когда читаешь как русская православная церковь получала лицензии на 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 льготы по табаку и водке и алкоголе ну это понимаете это означает что в определенной степени она превратилась в какую-то полукоммерческую организацию связанная с тем что в определенной степени она развращена я могу сказать что вот как бы не относиться к Сталину и большевикам но они вот в период двадцатого по сороковой год или там сорок третий год они сыграли важную роль в том чтобы вот очистить православную церковь вот от той накипи тогда действительно быть священником или быть верующим это ну подвергаться гонениям иметь неприятности в древнем Риме христиан там травили на колизей да 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 в колизее и прочее прочее и это способствовало очищению я оскорблю по поводу памяти тех священников которые погибли были убиты или там были репрессированы но вот видно что в этом есть что вот христианский принцип что типа пожертвовать своей жизнью ради того ради идеи а сейчас потом православная церковь начала превращаться в некую полу государственную структуру которая управлялась ну при после по-моему это началось после Петра первого когда государство начало да священное когда начали управлять этой церковью а потом и выяснилось что вот в годы войны вдруг под одним под ними лозунгами так там так коммунистическими людей позвать идти на смерть но не так просто и вот тогда вспомнили о церкви и в это надо отдать должность и Сталин это хорошо использовал это вот религиозное чувство верующих на то чтобы вложить их в победу над фашистской Германией но потом произошло то что это понравилось этот опыт что оказывается церковь не только является опиумом для народа извините я все правильно все правильно мы все воспитаны в советской среде да но и она может и в определенной степени работать на власть и появилась сложилась структура и сегодня хотя у нас официально в России церковь отделена государством реально сегодня православная церковь и повторяю при всем моем огромной к ней уважении я у меня крест крестик на груди но я прекрасно вижу что она во многом утратила качество духовного пастыря и она часто работает по заказу власти и выполняет вот я вспоминаю ну я практически не знаю примеров чтобы вот видные люди или там так священники православной церкви русской выступили с осуждением того что происходит в России они молчат ну позвольте я вспоминаю там патриарха Кихона и там других людей которые тогда вот после октябрьской революции шли на смерть но считая что это их долг вот как духовных пастырей людям объяснить что происходит и что в этой ситуации делать вот таких людей как мне кажется в нынешней православной церкви нет и она это понимает и она проводит политику протекционизма и монополии на власть она хочет как используя скажем так опыт Кремля который проводит зачистку политической поляной в России то есть вот не допустить появления в России влиятельных политиков политических сил партий которые могут создать конкуренцию власти но она православная церковь мне кажется теперь проводит зачистку религиозной поляны в России то есть не допустить появление ну скажем так каких-то верований в том числе повторяю которые имеют многолековую историю которую в конце концов папа римский есть в том числе в католиках но они давят и да они будут это продолжать используя свое и в то же время тем самым давая повод на той же Украине потому что если в России православная церковь давят другие религии то почему бы на Украине украинской православной церкви не давить православной церкви московского патриархата потому что она лишняя в этой ситуации и начинается в религии политика и вот тут в этой ситуации православная церковь осуждает вот эти вот гонения на себя на Украине и в то же время осуществляется в России что-то подобное в отношении ну в том числе протестантов вы упомянули что церковь отделена от государства знаете а вот как ваш совет как освободить церковь от государства теперь возможно это я думаю что в ближайшие десятилетия вряд ли нет я думаю что ну для этого нужно очень сильно чтобы изменился мир наше общество чтобы люди изменились чтобы они оценили что все таки как бы там ни было что идти строем в одной колонии это может быть неправильно или можно идти строем в одной колонии на смерть то есть вот идти в бой вот действительно там нужно чувство локтя что вот ну вот такой в обычной ситуации это не может не привести к хорошему и поэтому я выступал за то чтобы действительно была реальная свобода вероисповедания и не только я выступаю за то чтобы любой человек имел право говорить ну я в том числе это извините тут уже у меня есть личный интерес я за 30 лет прошедшие после крушения цельскостной привык что я имею полное право говорить все что я думаю если мне не нравится президент я говорю об этом да скажем так в советские времена тем более в 30-е годы то я бы уже давно закончил свое существование в советские времена я бы уже где-то там в психушке уже забывал но для меня вот то немного позитивное что произошло в году крушения подсветского союза это вот ощущение что я имею полное право на свободу мнений и высказывать и я за это готов бороться за то чтобы это было да идеи скажем так человеконенавистнические идеи экстремистские идеи скажем так противоречившие моральным принципам человечества я не их надо действительно хотя как вот определить кто о суде кто кто будет давать оценку этим кто экстремизм это или не экстремизм но это уже вопрос второй вы живете рядом с новым храмом который построили главный военный храм так называемый вот сейчас его освещение было и я смотрел по-моему заместитель нашего министра обороны выступал и он так хвалился этим храмом и он такую такую фразу сказал настолько все удивительно что там такие реликвии хранятся в этом храме фуражка гитлера его кити вот это что вообще такое реликвия в православном храме фуражка гитлера ну там музей рядышком да да там конечно не в самом храме а музей рядышком с храмом но действительно гордиться приписывать фуражку гитлера состав там так антуража этого православного храма храма министерства ну это мне кажется богохульство даже можно это назвать я живу в поселке тучково русского района ну это 80 километров от москвы по минскому шоссе и я часто проезжаю мимо парка патриот кстати могу сказать что парк патриот который написано что это территория патриотизма а на самом деле она превращена в территорию зарабатывания денег это коммерческий проект и вот я сколько не езжу десятки раз проезжаю и там не видно машин там не видно людей которые туда потому что добраться из москвы туда очень и очень сложно да если бы это был парк построен денег на крайне было хорошее транспортное сообщение может быть имело смысл а так только когда там проводятся какие-то массовые международные мероприятия только тогда там появляются люди а так это территория огромная которая простаивает которой нету людей и вот строить в таком месте храм ну да я знаю например ну скажем есть храм на Нейрли знаменитый и вот для меня это ну образец вот православной православной церкви храма народу там бывает очень мало но это понимаете настолько вписано окружающую природу и это белая совершенно архитектурные формы и ну это создает то действительно вот стоишь даже просто глянь на него очищаешься в душе и когда я смотрю ну извините на это вот что-то камуфляжи ну даже сам цвет уже вызывает я убежден что вот православие ну оно должно быть белым светлым и вот белоснежные храмы ведь все таки православная Руси все таки строили как правило храмы ну белыми и даже вот зайдя в Кремль мы видим что а тут построили что-то ну поэтому это коммерческий проект это распил бюджетных денег и тех денег которые собраны на пожертвования и имеет чисто политический смысл они примазываются к великой победе при этом эту великую победу они пытаются всячески оболгать и казалось бы ребята у вас сегодня один из главных моральных факторов о чем вы говорите с народом это вот великая победа и так далее и даже принимаете поправку Конституцию которая запрещает искажение исторической правды вы принимаете поправку и тут же заделываете мавзолей которому были брошены 24 июня 45 года знамена побежденной Германии фанерой я знаю что у многих людей это вызывает то сам мавзолей вызывает отторжение как так вот фумия лежит и так далее я отношусь к этому сам так спокойно это монумент или скажем так это объект той советской культуры которая была и у которой были ну прошли важнейшие события нашей советской по крайней мере парад 41 года и парад 45 года пошли там и вот теперь заделывая вот этой вот фанерой вот эти вот мавзолей как бы он вам не нравился но вы тем самым занимается искажением истории нашей страны и почему-то вы привлекаете к ответственности ну людей действительно зачастую глупых которые действительно начинают там всякую фигню выражение в интернете по поводу войны но при этом вы сами участвуете в искажении этой исторической правды зачем вы снимаете вот эти вот бесконечные сериалы штрафбаты и прочее прочее где рассказывается ужасы хотя война была ужасной там были ужасные жертвы но большинство этих вот так называемых сериалов про войну где все это описывается и описывается в крайне негативном смысле а как же мы вообще победили в той войне этой великой войне если если все было так как вы нам показываете во всех этих стромбатах и прочих бесконечных сериалов ну нельзя давайте уж если вы постоянно заявляете о наследии победы что проводите марши бессмертных там и да зерстного полка и прочее прочее не трожьте тогда вот эту историю примите ее как она есть как вот ну вот как принялись там те же репрессии тридцатых годов в полной степени ну такие ну вот вы знаете вы упомянули сериалы да но сейчас вот современные вот после штрафбата вот это еще другие они какие-то гламурные там настолько война представлена там эти девочки накрашенные в мини-юбках каких-то как посмотришь лучше вот это зачем уже ну вот это вы вот термин подобрали дебилизация идет народу показать что война такая прекрасная что там тоже любовь ну к сожалению к сожалению вы знаете ведь вот много говорится о том что вот советский период все было плохо и так далее но вот меня что поражает что вот в те годы когда действительно были существовал и цензура и партийный контроль за тем что но почему вот в те годы были созданы великие произведения искусства вот не знаю может действительно как период гнета и сжима и люди как бы в знак протеста против того что с ним происходит создаются эти великие творения и но ведь лучшие фильмы о великой отечественной войне были созданы именно тогда потому что вот лично для меня это например фильмы живые и мертвые где показана была реальность да вот этот вот фильм знаменитый они защищали родину по Шолохову великий фильм и вот я до сих пор когда я его смотрю у меня или фильм Элема Климова иди смотри этот ужасный фильм я я честно признаюсь я так и ни разу не смотрел до конца но там показана жуткая правда войны и это производит огромные впечатления даже казалось бы такой развлекательный но во многом фильм в бой идут одни старики он показывал ведь с одной стороны и то что действительно там не были не только бои было и что-то другое но и была жизнь у людей все равно да 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 а делать гламурные сериалы где только есть кровавые чекисты или НКВДшники или смершивцы и тупые политруки и вообще командование которое посылало только на смерти ну давайте уж как-то мы решим если это было так то никакой великой победе официально говорить нельзя надо осуждать это все и кричать о том что вот убили проклятые коммуняки двадцать семь двадцать восемь миллионов жизней и за это вечное проклятие и чтоб горели они в аду или же давайте уж объективно смотреть на нашу историю и если вы запрещаете искать историю с вашей точки зрения то почему вы сами искажаете эту историю понимаете фильмы и сериалы и драпируя или загораживая мавзолей по нервными счетами можно задам последний вопрос да наш канал называется взгляд с небесной и я всех спрашиваю вот вас взяли на небеса да и сказали Виктор Римонтович не знаю кто сказал может сам господь может ангел божий посмотри на свою жизнь на 70 лет что бы ты хотел изменить вот у тебя шанс есть поменяли что-нибудь ну знаете с одной стороны я доволен своей жизнью и вот лично я вот в своей жизни не хотел бы менять ничего невзирая на все ошибки трудности даже трагедии были у меня я хотел бы оставить все как мне но я бы если бы мог бы попросить Бога я бы хотел попросить его сохранить Россию чтобы она осталась и с другой стороны я вот хотя я не могу отнести себя к людям глубоко верующим но я захожу в Карам но достаточно редко и не соблюдаю там посты и прочее не хожу на исповедь к священнику но я верю в то что есть какой-то высший смысл ну не знаю это божий промысел как это все назвать или это Бог это так но то что Россия вот на протяжении тысячи лет она понимаете она по идее не должна была существовать вообще должна была погибнуть еще тогда года татаро-монгольского игоря и прочее 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 и вот Россия которая невзирая на все трагедии гигантские людские потери на страдания на кровь на ну не могла вот так казалось другое государство бы не выжило а Россия выживает и вот я начинаю верить что действительно Россия это особая страна и она пользуется расположением ну Бога или высших сил и вот я хотел бы попросить это эти силы чтобы они сохранили Россию и позволили ей возродиться как ну действительно как великая держава знаете спасибо вам огромное спасибо большое за это интервью я хочу знать чем закончить однажды от друзей услышал когда сравнивали Россию с США сказали что Америка взяла христианство без креста а Россия взяла крест без христианства несут свою тяжелую долю а ни любви христовой ни прощения ни всего вот как-то не удалось нам взять дай Бог что мы пересмотрим что-то и возвратимся назад мне очень бы хотелось чтобы христианская страна Латвия изменила свое отношение тридцатилетней истории которая была и все таки смогли я не знаю как это делается на уровне государства простили вас чтобы вы могли поехать к своей маме на могилу своего отца своего деда ну вот я не знаю у меня одно пожелание только не знаю ну а я хочу сразу точить я просите прощения не буду я не о вас я не о вас у вас своя жизнь вы прожили ее дай Бог чтоб нашлись мудрые люди и вот и в той стране тоже и могли бы пересмотреть свои решения с юбилеем вас 70-летним несколько дней я думаю соберут самые близкие самые дорогие вам люди и будут поздравлять вас дарить подарки то всегда радостно благослови вас Господь спасибо вам до свидания до свидания дорогие друзья с вами был я епископ Альберт Радко наш канал взгляд с небесным благослови вас Господь